вечер добрый дорогие друзья как обычно в девять вечера воскресенье прямая трансляция в социальной сети вконтакте надеюсь вы в прямом эфире спросите какие-то свои вопросы в частности отвечу на два вопроса которые задавали несколько 23 отвечу ну и жду ваших вопросов первый вопрос как готовится с ребенком до семилетнего возраста ли 7 плюс минус причастию что нужно вычитывать что не нужно что самим вычитывать конечно тут нужно смотреть по силам возможностям ребенка и возрасту если мы берем семилетний возраст то ребенок начинает исповедиться с семилетнего возраста осознанно понимая что такое грех благодаря крестным родителям он уже знает что такое грех они своим личным примером показывают как нужно добродетельно жить и вместе с ним приходит в храм если это не взрослый ребенок то они вместе с ним вычитывают молитвы к причастию может даже сами вычитывают он рядышком пока стоит то есть он приучается по мере своего возрастания относительно поставь то тоже очень надо индивидуально смотреть относительно немощий деточек учатся не учатся ну конечно в обязательном порядке деточек надо приносить вернее приводить натощак а если это совсем маленькие дети то за хотя бы 3-4 часа их очень очень легенько что-то но если это младенчик то грудью покормить но за очень благовременно чтобы это могло перевариться и не было каких-то непредвиденных моментов но себя если вспоминаю меня натощак самого маленького с 5-летнего возраста приводили никаких проблем причащали и потом уже я кушал просворочку потом уже дома кушал то есть проблем нету страшно в этом ничего нету значит еще один вопрос мне один парнишка присылал фотографию крестика как вы видели форсажа у вин дизеля такой крестик он будет можно ли такой крест носить ну давайте скажем так крест это не украшение это наша видимая защита от враг видимых невидимых это напоминание нам о любви божий который он провел каждому человеку претерпел крестные страдания ради нас поэтому крест в первую очередь это наша любовь к господу поэтому нужно об этом помнить и не как его простите за право слово понтиться а все-таки проявлять уважение и к святыне вот поэтому тут уже нужно смотреть по совести если это крест относительно канонический то его можно носить освещать в храме но как украшение лучше конечно этого не делать крестик можно кулончик также одевать своего святого в честь кого вы крещены ну вот это относительно крестика кулончиком может у вас самих какие-то вопросы есть которые вы хотели бы задать ну или напишите все ли у нас тут со связи нормально иногда бывает пропадает связь не 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 слышно не видно меня просили недавно за природу в кубани снять какая красота я снял поделился этой красотой ну когда пересматривал смотрел что интернет лагал какие вопросы есть чем могу быть вам полезным благодарю благодарю дорогой сейчас еще вспомню вопрос вопрос мне задавали конечно когда близ компьютера там сразу можно посмотреть все вот так сразу быстро и не вспомнишь но относительно от взаимоотношений женщины и мужчины относительно бука да вспомнил дело девушка спрашивал насколько должна быть грань между покорством мужчине уважению к нему и присмыканием то есть вот такое уже раболевство перед ним нужно сказать что в первую очередь мы не рабы человеческие мы рабы божий это нужно сделать ремарку в чем рабство то богу то что господь только может нас единственно освободить от рабство греха и от рабство служения скажем так лукавому вы задите логичный вопрос а как мы служим то лукавым грехами своими своими грехами своей гордынию своими какими-то вокруг меня и все для меня поэтому господь показывает идеальный нравственный пример как нужно жить как нужно любить и порой как нужно нужно отказываться от того что нами сильно обладает ну как апостол павел сказал все нам разрешено что нами не обладает ну если вопросов нету рад был ответить на те которые вы пишете воду очень рад если будете еще писать буду отвечать на них а ну и наверное завтра сниму один сюжет как бы вопрос тоже ответ смонтирую так уж чтобы было иллюстрировано я так больше люблю когда более профессионально это выглядит чтобы это приятно было посмотреть и не только монологом поэтому я о совести изумительная тема недавно я почитал одну из святых отцов есть чем поделиться рад был с вами пообщаться храни вас господь с вами был священник константин мальцев любви вам божьего христе аминь аминь ну а Продолжение следует...